Алло Зачем снова перемолоть Ты лучше сама что-нибудь расскажи Чего рассказать? Ну, о себе А, о себе не любишь Слушай, а расскажи опять сказку И прыг Хорошо, давай попробуем Только погоди, я выключу чайник и переползу в комнату Ты, кстати, в прошлый раз меня так замечательно усыпила Я уже сквозь сон подумал, макароны на плите так и варятся Ну, все, рассказывай Ты на полу лежишь? Будешь? Все, все, отушу и больше сегодня не буду Ладно, как вы, ребят? Грустная или веселая? Сегодня, наверное, грустная Ну, слушай Жил да был голос Он жил в телефонных проводах Вернее так, он жил в телефонных проводах Потому что больше нигде жить он не мог Выражаясь более научным языком У него не было постоянного носителя Так бывает, хотя и не часто Откуда же взялся голос? Мы не знаем Может быть, возник сам собой И говорят, что-то подобное может случиться Когда количество электронных переключателей На телефонных станциях мира Достигнет некоторого критического порога Что-то вроде числа нейронов в человеческом мозге А может быть, все было не так Может быть, это был чей-то потерявшийся голос По крайней мере, самому голосу Было приятнее второе предположение Это оставляло надежду на то Что он найдет-таки свой носитель Но найти было не так-то просто Все люди, пользовавшиеся телефонами Имели свои собственные голоса А наш голос был природой очень ненавязчивым И никому не хотел мешать Однако время от времени Ему приходилось быть чуточку навязчивым Чтобы не умереть Дело в том, что голосу нужно было говорить Не просто говорить, а разговаривать И поскольку никого другого в проводах не было Он мог разговаривать только с людьми Которые пользовались телефонами Конечно, он не говорил им, кто он такой на самом деле Он просто изображал других людей За свою не очень долгую жизнь Мы предполагаем, что он родился в конце 60-х годов В Соединенных Штатах Но никто, конечно, не знает точно Так вот, за это время Он прослушал массу телефонных разговоров И мог при желании прикинуться И маленькой обидчивой девочкой из Норвегии И ромским полковником авиации В отставке И любым другим человеком Сам он почти никогда никому не звонил Только в самых крайних случаях Когда ничего другого уже не оставалось делать Тогда он звонил кому-нибудь наугад И делал вид, что не туда попал Или что он проводит телефонный опрос на тему Кого вы больше любите, кошек или собак? Пежо или Тойоту Были у него и другие игры подобного рода Но, как мы уже сказали, он был очень ненавязчивым голосом И делал так только тогда, когда больше говорить было не с кем А говорить, точнее, разговаривать было для него самым главным в жизни Как вот для некоторых есть макароны с сыром и пить чай Так для нашего было важно разговаривать К счастью, телефонная система мира была огромной и шумной В среднем каждую минуту на планете происходило около 600 тысяч телефонных разговоров Голос слушал и выбирал Услышав, что где-то включился автоответчик Голосом хозяйки телефона сообщает, что никого нет дома Голос мчался по проводам к этому телефону И оп! Звонящий на дом в конце провода Слышал, что хозяйка телефона, прервав свой автоответчик, отвечает сама Конечно, это был голос Он переключал звонящего на свою линию И отвечал ему нежным голосом, где у девушки Ой, привет, я только что вбежал И слышал, что ты уже с моим автоответчиком ругаешься Звонящие никогда не догадывались, кто говорит с ними Конечно, голос не знал всех фактов из их жизни И иногда ошибался Но он быстро научился сдвигать разговоры в такие области Где вовсе не нужно знать, кто где родился Сколько у кого детей, денег и так далее Люди сами частенько любят поболтать на отвлеченные темы Или просто ни о чем, а не сообщать друг другу скучные факты Если же ситуация совсем поджимала Голос притворялся простуженным Или устраивал помехи в трубке Обычно он говорил только хорошие и незначительные вещи Так что люди, дозваниваясь потом до настоящих хозяев телефонов Почти никогда не замечали, что их немножко обманули Иногда голос даже помогал ему Когда он слышал, что кто-то в сердцах бросает оставшемуся на проводе Ладно, извини, что-то я разорался сегодня Устал на работе Так и быть, мы поедем летом на твое озеро Только не называй меня больше занудой А потом звонил бросившему трубку И, изменив голос, говорил Спокойной ночи, милый Я была не права, не обижайся, пожалуйста Это же ясно, что ты устал сегодня И не в духе обсуждать планы на лето Давай лучше выходной обо всем поговорим Так и жил голос Разговаривая Вернее, жил разговорами Он не мог без разговоров Поэтому, когда он чувствовал, что говорящий с ним человек собирается дать отбой Он снова начинал в полуха прослушивать всю мировую сеть И, заканчивая один разговор Тут же перескакивал на другой А как он начинал разговоры Вы уже знаете МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Случались с ним и неприятные истории Однажды он просто застрял в трубке телефона автомата Сильный ветер порвал провода И голос не мог вернуться обратно в мировую сеть Из маленькой сети телефонов-автоматов провинциального городка Автоматы эти хоть и работали, но не имели связи с внешним миром из-за обрыва кабеля Единственное, что голос смог найти Трубку одного из автоматов, стоящих на вокзале, не повесили на рычаг Она болталась на проводе, издавая короткие гудки Голос сконцентрировался весь в этих гудках Они стали громче и сложнее И звучали теперь почти как мелодия органа На вокзале были какие-то люди, они знали, что телефон не работает Но они разговаривали между собой Голос мог слышать их голоса Особенно когда они говорили недалеко от автомата А люди, проходя мимо, могли слышать его музыкальные призывы Какой-то ребенок пару раз подходил к будке, слушал будки, потом брал труппы в руки и кричал мне Алло, мама, алло! А позже кто-то другой взрослый обругал телефонную компанию, обращаясь непосредственно к тому аппарату, где застрял голос Конечно, это нельзя было назвать разговорами, но голос выжил, проведя жуткую ночь в лихорадке коротких гудков и отрывочных фраз Почти не чувствуя себя, но чувствуя, что еще жив Так иногда чувствуют себя сильно заболевшие люди Ничего, кроме пульса, который накатывается и отступает, как большая груда красных камней Как громкие гудки в трубке не до конца слуха На утро линию починили, и голос вернулся в мировую сеть сильно испуганным С тех пор он стал осторожнее и избегал телефонов в таких местах, связь с которыми может легко прерваться Но был и другой случай, который напугал его еще больше Дело было в Нью-Йорке, в большом городе со множеством телефонов, где, казалось, ничего плохого не могло случиться Голос развлекался разговором с каким-то пьяным банкиром, звонившим из бара домой Жены банкира не было дома, и голос успешно пародировал ее вульгарный смех, когда он почувствовал, что напряжение в сети падает Это был тот самый знаменитый blackout Нью-Йорка Неожиданное отключение света, которое принесло огромное количество самоубийств Но не темнота страшила голос Ему грозила обыкновенная смерть на быстро остывающей крыле микросхемы Существовали, конечно, телефонные сети других городов и стран, но он знал, что не успеет перегруппироваться так быстро Нью-Йорк был слишком серьезным нервным узлом, а напряжение в сети падало с катастрофической скоростью И тогда он решился на отчаянный шаг Он, собственно, не подозревал, что такое возможно Дикая и спасительная идея пришла к нему в голову Да нет, не в голову, ведь не было у него никакой головы Но именно мысль о голове и пришла к нему в тот момент Он оккупировал мозг пьяного банкира Это произошло неожиданно, сумасшедший порыв Только бы выжить, даже о ненавязчивости своей он позабыл совершенно Мозг банкира оказался жуткой помойной ямой Нейронные сети были перепутаны ужаснейшим образом Не говоря уже о том, какое влияние оказывали на них алкоголь и темнота Образы, приходившие из реального мира через органы чувств Причудливо перемешивались с сюжетами из банкирового прошлого И с какими-то уж совсем сюрреалистическими картинками Нарисованными больным воображением этого человека Который провел слишком много времени среди бумаг со столбиками цепи Придя в себя после скачка, голос ужаснулся сделанному, но в конце концов успокоился В самом деле он постарается не повредить банкировые мозги и освободит их завтра же Ну а если и повредятся, сделанного уже не исправишь К тому же пьяница наверняка стал бы одним из первых самоубийц В эту странную ночь, когда все электричество в Нью-Йорке неожиданно пропало Никто не мог сказать, насколько Мы не знаем, что случилось дальше с банкиром, но на следующий день голос снова был дома После этого случая он провел целую неделю, качуя между Европой и Японией Штаты слегка напугали его, и он отдыхал подальше от них, наведываясь даже в Россию, где телефонные линии не отличались качеством Но зато разговоры были самыми длинными и самыми интересными Именно тогда, после Нью-Йоркской истории, он стал серьезно задумываться о носителе Как мы уже замечали, он предпочитал считать себя потерянным Идея о том, что он возник именно таким, какой он есть, хотя и приходила иногда, но совсем не радовала И он старался отгонять ее подальше Мозги пьяных банкиров едва ли подходили на роль носителя Это он уже знал Да и вредить другим голосам, захватывая их носителя, больше не хотелось Кроме того, после случая с банкиром, голос понял, что человеческий мозг ему вообще не подходит Он был совершенно другим существом И тогда он стал искать, пробуя все, к чему имел доступ Он начал с компьютерных сетей Быстро научился превращаться в текст И вступать в дискуссии в электронных конференциях и чатах Но говорить не голосом, а текстом было для него Ну, все равно, как если бы человек пытался им что-то рассказать с завязанным ртом К тому же разговоров в сетях велось немного Ответы в них приходили иногда с большим опозданием Потом он нашел несколько интересных проектов, над которыми работали военные Однако там многосвоенная система безопасности исключала свободные приключения с одного разговора на другой Да и о многом ли поговоришь с военными, даже если у тебя есть хороший носитель Что касается телевидения, у голоса были проблемы с изображением В то время как тексты казались ему слишком простым и медленным языком Телевизионное изображение, наоборот, создавало значительные затруднения К тому же тут было больше монологов, чем разговоров С радио дело обстояло лучше Голосу даже удалось симулировать небольшую веселую радиостанцию, для которой он нашел специальный телефон Аппарат стоял в подсобном помещении крупного института Помещение это было завалено столами и шкафами И никто, похоже, не помнил, что там есть телефон Так что голос мог спокойно сообщать этот номер слушателям своих топ-шоу И слушатели, сразу полюбившие новую маленькую радиостанцию Постоянно звонили ему, чтобы поговорить с разными известными людьми Которых он с легкостью приглашал, то есть просто говорил их голосами Это было, пожалуй, самое счастливое время в его жизни Он даже начал забывать о том, что у него все-таки нету постоянного носителя К сожалению, через год радиостанция сделалась столь популярной Что скрываться стало просто невозможно Налоговое управление разыскало и заброшенный телефон, и передатчик, которым пользовался голос Передатчик, кстати сказать, стоял все это время на выставке в магазине радиоаппаратуры Это была демонстрационная модель, которую исправно включали каждое утро Ну а как работает радиотелефон, известно всем Голосу вовсе не нужен был провод, чтобы достать для передатчика Владельцы магазина оштрафовали на крупную сумму за несанкционированный выход в эфир Однако для него самого, как и для многих других людей, эта история так и осталась большой загадкой Впрочем, о деле о фальшивой радиостанции В деле о фальшивой радиостанции фигурировал и другой передатчик, находившийся на трансампатическом лагере Как разобрались с ним, нам неизвестно, но похоже, все действительно было не так просто, как могло бы показаться в начале После краха радиоаферы, голосу пришлось вернуться к перехвату автоответчиков и к другим старым играм И снова мысли о носителе толкнули его на поиски И он нашел Это была огромная компьютеризированная фонотека голосов и звуков, совмещенная с суперсовременной студией звукозаписи Обе только что построили в Голливуде Голос проанализировал возможность фонотеки и понял, что может незаметно взять ее под контроль И тогда ему больше не придется прятаться и бегать с места на место Мы не знаем, что именно он хотел сделать с фонотекой, но ясно было, что она ему очень понравилась Он собирался оставить свою беспокойную жизнь среди хаотичных телефонных реплик И переселиться в фонотеку-студию на САПСИ А тут уже недалеко и до конца нашей истории Потому что голос так никуда и не переселился Все случилось случайно, именно так, как оно обычно и случается Перед самым переездом голос решил в последний раз поиграть в «не туда попал» Он выбрал наугад номер и позвонил, попросив в телефоне какого-то выдуманного мистера Девушка, отвечавшая ему, звучала как-то разочарованно Как будто она очень ждала этого звонка Но телефон зазвонил и спросили совсем не то Поэтому вместо того, чтобы извиниться за неверно набранный номер и дать отбой Голос решил немного поговорить с ним Девушка очень обрадовалась, когда он продолжил разговор Она рассказала, что живет в огромном городе Но у нее совсем нет друзей и часто просто не с кем поговорить А говорить, точнее разговаривать, она очень любит, но очень стесняется А если она вдруг начинает с кем-то говорить Разговоры постоянно заходят куда-то никуда И она от этого стесняется и замыкается еще больше Ну почему у нее нет друзей? Она сидит в одиночестве дома и разговаривает с Вайн Чаймс Что висят у нее на балконе Голос при всей его образованности не знал, что такое Вайн Чаймс Девушка тут же рассказала ему, что это просто три металлические трубки Между которыми висит деревянная пластинка И когда дует ветер, они играют разные мелодии Она сидит и разговаривает с ними То есть продолжает свистом мелодии, которые они начинают Или сама она свистывает что-нибудь, а они подхватывают за ней Рассказывая это, она вышла с телефоном на балкон, чтобы голос мог послушать странные звоны, издаваемые тремя трубочками на ветру Он никогда не слышал ничего похожего на эти звуки и все же Было у них что-то знакомое, что-то от телефонных звонков Не от современных электронных пищалок, а от старых В которых маленький молоточек посукивал по двум металлическим чашкам Но мелодия Уин Чаймс была еще чище, древнее Голосу показалось, что он смутно припоминает что-то Но он так и не смог понять, что это Не менее любопытным явлением был для него и свист Он уже несколько раз слышал, как люди свистят, и ему это очень нравилось Наверное из-за сходства с гудками и сигналами, которые раздаются в телефонных трубках Но люди почему-то свистели очень редко Голос даже узнал, что свистеть плохая примета Однажды какая-то русская женщина сказала по телефону своему присвистнувшему мужу Не свистить денег не будет В другой раз, в разговоре английских морских офицеров Голос подслушал поговорку и не говорилось о трех вещах, которых нужно опасаться Третьей в этом списке шла свистящая женщина Голос недоумевал, что плохого в свисте? Может быть, думал он, люди свистят в каком-то особом настроении Когда остаются одни и не говорят с другими по телефону Может быть, показывать это настроение другим нехорошо В общем, новая знакомая оказалась очень привлекательной Но самое главное, она любила разговаривать А разговаривать ей было не с кем И Голос подумал, что может пообщаться с этой девушкой еще какое-то время А его проект с фонотекой пока подождет И они стали подолгу разговаривать каждый день Она рассказала ему простую и недлинную историю своей жизни А он в ответ сочинил историю о себе Он даже сказал ей, что вовсе не ошибся номером А позвонил ей специально, поскольку однажды приезжал в ее город Видел ее, и она ему очень понравилась Так что он незаметно проводил ее до того Узнав ее адреса, по адресу телефон И вернувшись в свою далекую родную страну, позвонил ей За годы телефонных разговоров Голос стал настоящим экспертом по человеческой психологии История, рассказанная им, выглядела удивительно реалистичной Девушке даже показалось, что она припоминает Высокого симпатичного незнакомца Который пристально посмотрел на нее месяц назад Кажется, в магазине или на той вечеринке А может, это было на выходе со станции метро около ее дома Общаться с голосом было просто чудесно Знал он много, а если чего-то не знал То мог найти, пользуясь в буквальном смысле этого человеческого выражения Своими старыми связями Самым интересным человеческим языком голос считал музыку Он не знал, что это, в общем-то, не язык Но такое незнание совсем не вредило Даже наоборот, не прошло и двух месяцев со дня их знакомства А его собеседница уже научилась разбираться во всех музыкальных течениях От классики и народных мелодий разных стран До самых последних психоделических экспериментов Владельцы музыкальных магазинов расшибались в лепешку Чтобы ублажить неизвестного клиента Который просил их поставить ту или иную запись по телефону А после рвали на себе волосы Узнав, что он назвал им несуществующий адрес И чужой номер кредитной карточки Самому ему тоже было интересно Если пользоваться человеческим языком Можно было бы сказать, что он полюбил девушку Мы уже употребляли разные человеческие понятия Когда говорили, чего он боялся и что ему нравилось Но, если честно, мы не знаем, могут ли голоса кого-нибудь любить Хотя, говорят, можно влюбиться в чей-то голос Возможно, он просто не хотел разрушать иллюзии Своей замечательной знакомой, которая думала, что он в нее влюблен И сама уже не представляла, как бы она жила без него Одно было ясно Он разговаривал с ней, разговаривал много, а значит, жил Может, этого и достаточно И не нужно тут никаких человеческих аналогий Хотя иногда, чтобы она не привыкала к нему Чересчур сильно он выдумывал своих друзей и подруг С которыми она тоже общалась теперь время от времени Которые читали ей стихи и сказки Рассказывали анекдоты и новости Жаловались на болезни и разные глупости мира Советовали хорошую музыку и книги А иногда, наоборот, просили ее совета по какому-нибудь вопросу Все это был голос Он нашел для нее и настоящих друзей Людей, которые интересовались тем же, что и она Или просто подходили ей в компанию И при этом жили недалеко Удивительно, как много таких людей оказалось вокруг Она, возможно, сталкивалась с ними в супермаркете По утрам вместе ходила с ними в метро Но никогда не познакомилась бы с ними, если не голос В то время, как она спала или училась Он знакомился с ними, сам занимаясь своими обычными телефонными играми А потом, как бы незначай, давал он ей ее телефон Теперь девушка уже не была одинокой столом Благодаря голосу она стала очень даже образованной и общительной И теперь уже ее собственные успехи помогали ей Со многими новыми друзьями она могла встречаться И вскоре хорошая компания незаметно образовалась вокруг нее И расширялась уже не благодаря голосу А благодаря ей самой и ее друзьям Но лучшим ее другом оставался, конечно, голос Так вот, встретиться с ним ей никак не удавалось Он просто из сил выбивался, чтобы придумывать Почему они не могут увидеться И придумывать, как чтобы не обидеть ее С другой стороны, он не хотел оттолкнуть ее своей нереальностью Он добился, чтобы она безоговорочно верила в его существование И представляла его совершенно отчетливо Для этого ему пришлось придумывать свою личность с точностью До мягчайших подробностей Начиная с болезней, которыми он болел в детстве И преподавателей, которых он не любил в университете И кончая родинкой на правом локте Сломанным на бокс носом И даже любимым блюдом Им оказался майонез, который он добавлял во все остальные блюда А теперь уже и самый конец нашей истории В одно прекрасное утро Голос позвонил своей собеседнице И обнаружил, что она звучит как-то по-новому Она тут же бросилась рассказывать ему Какого замечательного человека она встретила вчера Такие чудные цветы он ей подарил Не дослушав ее рассказ до конца Голос уже понял, произошло то, что и должно было когда-нибудь произойти И теперь ему пора уходить И теперь ему пора уходить, поскольку он сделал свое дело И дольше оставаться здесь не до чем Девушка между тем вышла на балкон Рассказывая, что замечательный человек приедет за ней с минуты на минуту И они поедут в гости к одному известному художнику А вот и он закричал А она, видимо, увидала его машину, подъезжавшую к дому Ну и ладно, подумал Голос Он начал прощаться с девушкой И вдруг обнаружил Что ему некуда идти Он больше не слышал других телефонов Это было примерно так же, как тогда, когда его отрезало от мира в телефоне автомати на вокзале Только теперь все обстояло гораздо хуже Поскольку провода не были порваны ветром Это он теперь не был тем голосом Который мог свободно по ним путешествовать Он уже замечал нечто подозрительное и раньше Но не придал такого значения этим сбоям Слишком был занят разговорами с девушкой и устройством ее компании И вот теперь все выстроилось в довольно очевидную цель Сначала он ограничился страной И не заметил, что потерял доступ к сетям других стран Затем сконцентрировался в телефонной сети города И, наверное, еще вчера мог бы играть с автоответчиками сотен людей Но он больше не общался с сотнями людей И сегодня он оказался голосом, звучащим только в одном телефоне Он больше не был голосом Он был теперь высоким, симпатичным незнакомцем И даже не незнакомцем, а простым и знакомым человеком У которого родинка на локте Который любит майонез и в детстве болел желтухой И этот человек не существовал нигде Кроме воображения девушки, которая в это время говорила Некерпеливо постукивая к облучкам туфли о балконный порог Ладно, я побегу открывать, я тебе в этом перезвоню А он, слышав миллиарды телефонных разговоров, уже знал, что она вряд ли позвонит Разве что где-нибудь через полгода, когда... Но он не мог прожить даже дня не разговаривая И тысячи телефонных разговоров, начинающихся и кончающихся каждую минуту Оказались теперь недоступны для него Ну, счастливо, сказала она в последний раз И занесла руку над аппаратом, чтобы положить трубку Он не мог сказать ей, кто он такой И что с ним случится, если она это сделает Она все равно не поверила бы ему в этот момент Он вспомнил историю с нью-йоркским банкиром Но тут же отогнал вредную мысль прочь После случившегося он зарекся повторять подобные вещи с людьми К тому же девушка была совсем не похожа на того пьяницу И в том мгновении, когда трубка уже падала в свое гнездо Ветер качнул, вымчаемся Они звякнули тихонько Но он услышал Это произошло чуть раньше, чем рычажок погрузился в корпус телефона, прерывая связь Но даже такого короткого промежутка времени было достаточно Они звякнули еще раз Потом прозвонили короткую и грустную мелодию Настолько странную, что даже девушка, спешившая уйти с балкона, остановилась Удивленно обернулась и ту привычки присвизнула в ответ И только потом побежала к двери, где уже заливался электрический звон Еще не спишь? Нет Спасибо Хорошая сказка Скажи, а ты ведь ее не заранее придумал? Может быть Как же ты заранее узнала, что она будет грустна? Ого, умнее ж не подняла по часам А может это не я тебе рассказывала, а ты мне? Как это? Ладно, ладно, не напрягайся Просто все хорошие сказки, грустные они вот и все А теперь спокойной ночи Спокойной ночи Ты звони Пока Клади трубку Ты первая Нет, ты, я первая позвонила Какая связь? Никакой Клади трубку и спи Тогда вместе на счет три Ладно Готов? Раз Два Три Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова